Глава Северского района Андрей Дорошевский провел совещание с главами поселений и руководителями предприятий ЖКХ. На нем обсудили вопросы, касающиеся заключения договоров с потребителями, взыскания дебиторской задолженности, выявления незаконных врезок водопроводной сети и оплаты населением за потребленные ресурсы. Руководитель ООО «СИД» Данил Сопрыкин рассказал о комплексе действий, необходимых для бесперебойной работы. Компания оказывает жителям районного центра услуги водоснабжения и водоотведения. Так, в рамках запланированных работ уже заменили ряд насосов, промыли скважины и сформировали специальную бригаду, которая оперативно устраняет порывы труб. С января в СИД вошел и Азовский водоканал. На сегодняшний день договоры на оказание услуг водоснабжения и водоотведения заключены с 2 200 жителей, что составляет 26% от общего количества абонентов. 70% промышленных предприятий Станицы Северской заключены договора и 15% договора на бюджетные организации. На 12.01.2023 задолженность населения Станицы Северской за оказываемые услуги по холодной воде и канализации составляет 1 116 000 рублей. ООСИД ведет активную кампанию по заключению договоров на оказание услуг. Плановый срок завершения оформления базы потребителей заключения договоров на оказание услуг – 01.04.2023. С докладами также выступили руководители северского филиала «Асу-сервис» кубанской теплоэнергетической компании «МУП Крюковские», «Ильские», «Новодмитриевские» коммунальные системы и северского подразделения мусороуборочной компании. Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами работает в районе с февраля 2022 года. На сегодняшний день около 80% населения заключили договоры и исправно платят за вывоз мусора. Что касается общедоступных мест и контейнерной площадки, ежедневно мы убираем, замечаний, нареканий нет. Многие главы знают, что если раньше в воскресенье не убирали, в субботу убирали, в воскресенье ползовал, сейчас ежедневно мы это убираем. Имеются еще вопросы по мешочному сбору, но здесь тоже ситуация, понимаете, в каждом конкретном случае мы разбираемся. Бывает так, что с какой-то улицы один абонент говорит, вот у меня не забрали мусор. Ну, мы начинаем показывать, у нас стоит система ГЛОНАССА, вплоть до того, сколько минут, где, какая машина стоит, все это указано. До конца месяца на имеющихся площадках установят контейнеры для раздельного сбора мусора. Сортировать можно будет полиэтилен и картон.